Барыш встречает Вознесение Господня переменчивой погодой, а Свято-Труицком Кафедральном соборе, который находится в завершающей стадии глубокой реконструкции, вновь обновка, новые входные двери. Людей в храме немного, и все они в средствах индивидуальной защиты. 40 дней после своего воскрешения из мертвых Иисус Христос пробыл на нашей грешной земле. Он выполнил свою земную миссию, которую на него возложил его Отец Небесный. Своими страданиями он спас душу людей от геены огненной, ходил, проповедовал, разумлял наших предков, селил в душу людей искреннюю веру в единого Господа. А когда пришло время, собрал своих учеников на склоне Гелионской горы и повелел им идти проповедовать Евангелие по всему миру, после чего на глазах апостолов вознесся на небеса. Вознесение для верующих – это подтверждение богочеловечности и надежды на воскрешение души и тела. Воистину сей праздник находился и приходится как раз после того, как Господь 40 дней пребывает среди своих учеников, возвещая им истины Небесного Царства. Открывая нам тайны, которые нам необходимо нести, вот и на этих тайнах основаны наши нынешние и сегодняшние церкви. Вознесение Господне празднуется 10 дней. Уже 20 июня церковь отметит День Святой Троицы – Пятидесятница. А вот для Свято-Троицкого кафедрального собора Барышской епархии это будет уже 267-й престольный праздник. Дмитрий Егорин, видеостудия Барышской епархии, специально для Уллправда ТВ.